Иван Ивашкин старательно исполняет мелодию. В его семье музыкальное образование обязательно. Бабушка – преподаватель по классу фортепиано, мама – пианистка, а тетя – профессиональная скрипачка. Поэтому, если мальчик и мог выбирать, то только инструмент. Я выбрала гитару, потому что мне больше всего нравится гитара. Чем тебе гитара нравится? Звуком. И красиво выглядит. Марина Замула – преподаватель по классу домбры и гитары. В музыку влюбилась еще в школе. Теперь прививает любовь к прекрасному другим. Самым юным ученикам по 6,5 лет. Каждому особый подход. Ведь они, как и все творцы, очень ранимые. А гитара и домбра – инструменты совсем непростые. Сложные инструменты. Все сложно. Потому что, начиная с посадки, посадка не очень привычная, необычная. На домбре очень жесткие струны для маленьких. Тоже очень болезненный процесс, пока не привыкнут. На гитаре сложности. Сложности. Гриф широкий, много струн. И, в общем, все это нужно охватить. Музыкальное отделение – старейшее в детской школе искусств Лира. Здесь учатся более 140 детей. Половина по классу фортепиано. Преподают 15 музыкантов. Некоторые из них первые шаги в мир музыки тоже сделали здесь. Труд моих педагогов реализуется вот таким образом, что история школы продолжается, жизнь ее продолжается. Ведь она именно в выпускниках, именно в тех, кто выбирает эту дорогу, дорогу искусства. У начинающих музыкантов урок сольфеджо – это самый сложный предмет, а воспитанники Дэши добавляют и самый важный. Сольфеджо – это самый, наверное, трудный предмет, потому что сольфеджо – это теория, и это, в принципе, в совокупности все. Мы там и поем, и слушаем, и теоретически письменно решаем. И в дальнейшем это будет все сложнее и сложнее, поэтому все и боятся. Полина – будущая выпускница Лиры. Учится по классу фортепиано и занимается вокалом. Расставаться с музыкой не собирается, мечтает о поступлении в училище. Уверена, чтобы стать музыкантом, в первую очередь, необходимо желание. Директор Лиры Татьяна Громова готова это подтвердить. Теорию, которая пришла еще в институте, доказала многолетней практикой. Любой ребенок талантлив. Эту меру его таланта мы определить не можем. Мы просто люди. Мы должны ему помочь. Может быть, у него нет первичных таких броских качеств, как абсолютный слух, идеальный ритм, умение слушать. Но умение выражать свои чувства, эмоции языком музыки научить его можно. 60 лет назад в школе искусств Лира занимались несколько десятков детей. Сейчас воспитанников больше двухсот. Это не только музыканты, но и художники. Впрочем, учащихся могло быть еще больше, если бы помещения учреждения были бы просторнее. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.